почему нельзя целителю например договориться с высшими силами о том чтобы жить столько сколько он хочет в данном теле при этом не старее не болея но жизнь вашем теле это определенная программа с ее плюсами и минусами вы можете достигнуть бессмертия понимаете что значит договориться есть например медицинский грегор то есть вы принципе целители основанной осознанно не основ неосознанно с ним работают есть выше игры целительские да есть сельцы височки и силы существуют еще на уровне природы есть игры игры целительский который создается на уровне земли нашем пространстве то есть вы можете работать с тем другим или третьим бессмертие достигнуть можно данным вы понимаете что бессмертие она существует бессмертие души и бессмертие тела да и чтобы бредить и бессмертие нам нужно дойти до определенной стадии эволюции есть есть и демонические существа которые практически бессмертные но они другая программа то есть из них бессмертно только там одни из высших форм и даже те из них которые физически бессмертны они умирают как это с еговой произошло как правильно спаси сатана то есть он как бы ну как бы теоретически был бессмертным насколько я знаю да но там его там слили где-то на каком-то этапе теоретически он мог жить долго были так называемые аннунаки которые жили на земле одно время которые жили поскольку тот сам сотен тысяч лет то есть у них были там были специальные напитки продлевающие жизнь и что-то про это пишется в разных источниках там и в этих камер табличках шумерских то есть есть и например средства которые продлевают жизнь то есть чтобы вам обрести бессмертие вы должны быть человеком определенного знания глубокого и качество и уровень вашей души даже быть такому чтобы это бессмертно было помните что есть бессмертие души и есть бессмертие тела достигнуть достигнуть бессмертное тело всем по факту может быть бессмертным но теоретически может умереть от чего-то там то есть его не пытаться убить она предположим живет вечно попадать под какой-то там опасное влияние под взрыв но погибнет человек который находится в состоянии божества то есть это тело может материализовывать и разматериализовывать да то есть там так как таковой смерти не существует понимаете и высшие существа которые как бы могут помочь бессмертием есть бессмертие это некий подарок и некое такое вознаграждение которое одним дается таким не дается да и вы вышли на пленном уровень развития на котором она возможно дата вы становитесь бессмертные не вышли но вы ходите если вы питаетесь мясом да то вы не можете быть бессмертным практически невозможно вы с одной стороны хотите быть вечным с другой стороны питаетесь Питаетесь тем источником, который вас убивает, например. Не только мясо, конечно, убивает, не только войны и продукты, соответственно. У целителей есть своя миссия. То есть надо понимать, что целитель не только лечит тело, но и тот, кто лечит энергетикой, и тот, кто лечит душу. В первую очередь, настоящий целитель изменяет сознание человека. И только изменив по-настоящему сознание и мировоззрение человека, можно исцелить все остальное. Пытаясь целить одну энергетику, вы не достигнете результата однозначного. Соответственно, пытаясь вылечить одно тело, вы также не достигнете однозначного результата, и проблемы будут возвращаться. Суть всех проблем, она лежит, как правило, не на уровне физики, и даже не на уровне энергетики. Она лежит на уровне мировоззрения, следствием которым и являются все болезни. И по большому счету целитель, на самом деле, это великий учитель. Именно великий учитель, он несет бессмертие души, которое в будущем может принести бессмертие тела, соответственно. Можно ли договориться с эгрегором целительским, что он помогает вам лечить? Можно, конечно. Но вот это такая программа, чтобы вы способны были выходить на этот эгрегор, понимать правила, потому что есть этика, и далеко, мягко говоря, не все целители, даже те, кто народной медициной занимается, далеко не все эти условия соблюдают. Есть такое понятие, на что лечить можно не всех. И суть этого, это в духовно-нравственной составляющей, которую, к сожалению, далеко не все учитывают. Вопрос бессмертия – это вопрос духовного начала, ничего либо еще. При сильном духовном начале, доминирующем, к бессмертию пройти однозначно можно. Субтитры подогнал «Симон»